Роман Лыков в свои 16 может собрать, разобрать и зарядить винтовку за считанные минуты. Этому парня научили в военно-патриотическом лагере. Навыки оказались как никогда полезные. В Зорнице в умениях соревнуются будущие защитники и уступать здесь нельзя. После оглашения непосредственной команды мы начали с ребятами сразу же активно общаться, как-то сдружились с командой, постоянно какие-то переговоры. В будущем хочу тоже поступить на военный факультет. Инженерный аэродромный полк не впервые становится площадкой для военно-патриотической игры. Сейчас здесь собрались школьники от 11 до 16. Около 60 ребят проходят проверку на прочность. Один из сложнейших этапов – стрельба из пневматического оружия. С ним парни справляются на ура. Дальше – метание гранаты и поиск боеприпасов. В земле замаскировано 12 мин. Стоит задача обнаружить их с помощью щупа. Место находки помечается флажком. На выполнение задания дается 5 минут. Организаторы пристально наблюдают за участниками на протяжении всей игры. Заряжают оружие, отвечают на вопросы и следят за безопасностью. Почувствовать себя солдатом и, возможно, принять важнейшее решение в своей жизни – таков план для юных армейцев. В этом квизе мы вспоминали наступательную операцию «Багратион» по освобождению Республики Беларусь. Мы вспоминали, конечно же, героев, в том числе и героев Бобруиска. В игре участвуют четыре команды, две из которых состоит из ребят, которые оздоравливаются в военно-патриарическом лагере на базе этой части. И две команды, которые прошли городской отборочный тур. Наша основная задача – приумножать, развивать и доводить до будущих поколений те традиции, которые были заложены ранее. Зорница стала частью жизни советских школьников еще в 1967-м. Благодаря увлекательному приключению в орбиту до призывной подготовки ребята втягивались уже с пятого класса. Конечно, главной целью игры было и остается военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360.